юра привет привет почему решил взять у тебя интервью мне кажется чисто мое такое субъективное мнение что у тебя есть некоторая предрасположенность к торговле возможно это некий талант какой-то либо ты настолько быстро впитываешь информацию и обрабатывая что позволяет тебе быстро прогрессировать поэтому ты здесь первый вопрос как ты пришел в трейдинг я искал чем заниматься и мой брат посоветовал мне ну попробовать он уже был кстати у тебя в компании и сказал приходил брат у нас торгует нет сейчас нет а почему перестал работа у него не пошло но он что-то сейчас пытается еще на крипте но активно нет почему торговля ограничена одним днем а не какой-либо другой таймфрейм почему-то именно на потому что поначалу намного легче так разогнать баланс есть мнение что трейдинг это легкие деньги судя по твоей статистике знаешь может сложиться впечатление что это так и есть ну как твое мнение легкие деньги легко только на нервный срыв получить а так нет это не легкие деньги это очень но это наверное очень тяжелый труд как ты вышел именно на нашу компанию почему решил сотрудничать с нами как раз за брата да брат сказал иди сюда тут норм тут норм по условиям ты просто решил что вот брат сказала я здесь попробую ну наверное да когда все-таки рекомендации от кого-то близкого и он говорит что все проверено как бы тут ничего особо не смотришь у тебя был опыт торговли в каком-либо другом стиле с тиньков инвестиции до этого ты торговал да нет это так баллости купить на тысячу рублей посмотреть и будет через неделю если это можно назвать торговлю то вот такой опыт был а так до этого внутри дня точно нет какой у тебя торговый опыт ну наверное месяцев 13 чуть больше года начал я в марте в конце февраля двадцать второго года знаешь самое интересное то что вот мы сейчас ходили там за кофе и я вспомнил что мы здесь были год назад на конференции смарт-лаба и ты таксовал и это понимаешь для меня так удивительно то что мы с тобой решили вот сейчас я решил с тобой записать интервью потому что ты показал достаточно такой резкий рывок в по статистике по торговому результату и я такой иду и думаю блин ты же в чем ты же в прошлый раз нас развозил здесь по ну там показывал на места и ты говорил что ты сейчас таксуешь так удивительно получается смотри он его поставил под машину и сам ушел чисто коллега юра откуда ты родом я из питера были планы отсюда перебраться куда-нибудь я жил некоторое время в москве что там делал что-то пытался пробовал какие-то эти небольшие проекты но ничего не пошло поделись что это было а какие-то махинации это были какие-то продажи я там недолго проработал было что-то очень похоже на этого как они из телефона звонили с волка с ул-стрит брокерская что-то нет просто они вот с таким же энтузиазмом с обзванивали и навязывали там финансовые услуги типа мы сможем управлять вашими деньгами но меня больше недели не хватило это полный треш это недельку побыл и вернулся в питер до не я еще что-то пробовал ну так не прям большое я пытался программировать и у меня ничего не получилось вообще пытался совсем без опыта или у тебя есть как бы никакого нет опыта просто скачал питон и что-то пытался делать смотрел курсы на это прям полная шляпа мне вообще не зашло доставишь какие-либо цели на год там на месяц не знаю на пятилетие тебя есть цели на двадцать третий год пусть это будет в планах трейдинга либо не знаю в плане жизни я и по трейдингу особо особенно не ставлю прям цели потому что мне кажется что они загоняют очень сильно я ставлю просто ориентир да но я ставлю задачу просто отрабатывать на полную катушку и все у меня есть цель ну за заднет задача именно просто делать там 200 тысяч месяц вот она прям по нижней планке но если сделал все хорошо все что выше как бы это уже приятный бонус до чтобы в общем не загонять себя этими целями я понимаю что можно сделать там и миллионы 2 за месяц но такую цель я не буду ставить потому что если вдруг там рынок но он не ходит как там сделать но просто он не ходит а ты себя поставил такую цель ты будешься загонять не я и в общем так не ставлю есть все-таки план на месяц а на год там достигшего там уже какие-то другие цели есть как-то очень размыто что но за год хотелось бы там довести там балансы или просто заработать там не знаю до 10 миллионов но это скорее так просто вот хотелось бы не знаю насколько это осуществимо не хочется ставить прям огромную цель именно цель чтобы загоняться когда ты понимаешь что что-то идет не по плану поэтому просто задача по факту пахать каждый день и а дневные цели ты ставишь не как пойдет но опять-таки если ставить я думал над этим если ставить задачу просто закрывать там условно каждый день в плюс это там середине дня или под конец дня возникнет ситуация в которой ты понимаешь что вот там условно есть потенциал не знаю тысяч сто до а риск 30 как бы это же классная сделка ну это классная сделка а ты как бы такой в голове думаешь боже у меня же цель закрыть плюс день то есть ну как бы может ее отмести если она сейчас не пойдет просто я как бы точно минусе поэтому на день тоже хорошо на неделю цели есть тоже нет вот месяц вот две 200 тысяч плюс это хорошо как бы есть но как бы и нет получается ну есть какие-то ориентиры я говорю вот месяц по месяцу можно понять что это ты если ты как бы в минусе закрыл ну все плохо надо что-то прям делать если у тебя идет 200 250 плюса там значит с этим можно работать а все что выше ну там выше 500 хороший месяц просто бывает месяц когда ты делаешь 200 250 300 это ну это будет классно а бывает месяц ты делаешь там подлям и ты такое типа не доработал возможно ну реально объективно возможности было намного больше то есть у много было что не реализовано тут скорее надо пытаться смотреть максимально отработку ситуации смотреть то есть как ты их отработал кем ты видишь себя спустя 35 лет от текущей даты ну или трейдером или смысле внутри дня или уже ближе к средне срока пока таки трейдером да 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 именно хорошо спустя 10 лет что думаешь какие планы есть через десять лет скорее все-таки средний срок прям все-таки наверное через 10 лет почему думаешь уйти от средней вот то внутридневной торговли мне кажется через 10 лет это будет уже очень тяжело я думаю через 10 лет это сложно будет если вы хотите научиться торговать и на московской бирже и присоединиться к нашему сообществу трейдеров оставляйте заявку на нашем сайте если есть какие-то вопросы по курсу вы можете адресовать их в нашем сообществе вконтакте все ссылочки будут в описании продолжим большинство трейдеров сталкиваются с проблемой с проблемами при росте рабочих объемов что относительно истопорит их в заработке да как это происходит у тебя поделись своим опытом как ты растил свои объемы ну находишь определенные там алгоритм или темку или просто когда рынок начинает ходить у тебя начинает что-то получаться и все если там один два три раза что-то получилось и начинает удалить давай немножко разъясним для тех кто немножко не в теме трейдинга что такое алгоритм что такое неэффективности темки что ты подразумеваешь под этим кстати разговаривая со многими ребятами которые уже давно в рынке для них это тоже не всегда это одно и то же поэтому какой-то определенный алгоритм который возникает на рынке с с какой-то периодичность то есть какая-то ну какой-то паттерн может или что-то типа того то есть что-то похожее что ты уже видел и если ты понимаешь что вот это то и скорее всего это сейчас работает и ты это понимаешь что ну как бы увеличивай если это на дистанции это видишь что это там пять раз работала почему зачем на тот же объем работать как увеличивать клик ставишь больше и все психологически сложно допустим увеличить рабочий объем допустим у тебя зря нет сложности у меня сложность только как потом когда я вижу какой лось этого объема получился честно говоря прям просто увеличить если идет статистика положительная сложности не было вот сложно с тем как потом когда ты вышел с терминала и понял что ты как бы в минусе и там уже немало вот психологически да вот это сложно и у всех по-разному кому-то реально сложно увеличить объем я знаю таких людей но у меня не было никогда с этим проблем а вот с тем что делать после если не пошло там как бы какой алгоритм увеличение рабочего объема ну например допустим у тебя были какие-то цели ты их выполнил и потом увеличила рабочий объем или просто наобум не 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 идет результат вот видно что по статистика положительная или ситуация ситуацию ты понимаешь и вот в ней постоянно у тебя плюс и ты туда наращиваешь так просто наращивать смысла нет результат нужно отслеживать от недели к неделе от дня к дню от месяца к месяцу для того чтобы увеличить если рынок начинается активный то можно даже каждый день увеличивать но если активный что такое активный рынок условно бывает фазы рынка когда все летает просто все то есть там не знаю новости выходят какие-то мобилизация когда была там неделя просто она все ходила и ну в это время надо заливать то есть когда рынок становится более рискованный и ты должен вместе с ним больше рисковать когда он меньше ты сразу надо просто резать резать объемы и активность да поговорим об актуальных результатах вот у нас прошел первый квартал двадцать третьего года какие у тебя сейчас результаты за первый квартал получилось ли заработать апрель чуть входит туда давай поговорим конкретно первом квартале так чтобы ограничить на на полтора полтора миллиона получилось заработать а что в основном то торгуешь то есть прям у тебя все площадки открыты да ты все просматриваешь есть любимчики какие-нибудь да так наверное нет смотря что ходит в начале января ходила валюта там как бы у тебя все твой юань это любимчик как она встала ну закрывай его убираю подальше где вообще просто для тебя важно чтобы была активность ну в да в инструменте или новостной фон какой-то по этому инструменту или там определенные робот алгоритм и тогда да как определить робота и алгоритм как ты это делаешь вообще наблюдать следить но и слушать чуть этом совет скорее это когда много глаз наблюдая за тем что происходит проще лежишь на диване просто пытаешься не наносить а тебе кричат что там что-то есть и все ты встаешь и ты скидывал свою торговую статистику за год в наш чат и она конечно не может не вдохновлять там начинающих трейдеров я думаю даже не начинающих трейдеров какие ситуации ты отрабатываешь давай об этом поговорим новости волатильность когда особенно рынок сильно ходит и там или валюты или акции или сразу интересно как отработать волатильность в инструменте ну там начинается 5 минутки 15 минутки очень хорошо пробиваться то есть технический анализ начинает работать просто на ура то есть при отработке волатильности включаем технику до рисуем консолидации отрабатываем продать да 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 потому что там она очень хорошо ходит вот декабре валюта в январе там очень технично находила прям новости волатильность что еще роботы алгоритмы как определить робота я помню вот пример в октябре в ноябре рынок был вообще стоячий но в общем по доллару по евро возникали роботы которые он просто с какой-то периодичностью там раз в 20 секунд кидает там не знаю 300 лотов и вот его можно собирать в рынок да его можно собирать собирать вот он должен сейчас кинуть ты заходишь ты увидишь что там не знаю через две секунды он кинет ты заходишь на 70 лотов short он кидает тоже в шорт и сразу ловишь тебя снизу ну условно заходишь по ходу движения по ходу прострела этого робота да да а если не происходит прострела он ну больше значит робот закончился а так то он здесь важно следить именно за таймингом того как это происходит да 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 ну вот так было в октябре ноябре и там достаточно часто возникали ну подобные роботы не прям только эти но которые с периодичностью кидали что-то и их можно было отрабатывать можно было если ты нашел его самого начала особенно если это вечером и он по пустому стакану зашел с ним и стоишь просто пока он продавит цену вниз достаточно не просто определить вот тип робота стреляет он или переставляет но он просто кидает в рынок он продает там просто 300 лотов он кидаю он продает каждые 20 секунд так как нас там сидело я помню на тот момент четыре человека мы пялили во все эти стаканы и ждали этот робот на начале его было несложно заметить и это позволило неплохо заработать да ну когда рынок стоял там в октябре-ноябре по 300 400 тысяч это был относительно там на хороший результат за месяц ну да что ты отработала за вот первый квартал такого что новости например какие новости тебе удалось отработать что запомнилось газпром помнишь напомни мне давай ты помню тоже участвовал там объявили ндп и и бумага сходила пунктов 500 600 это было в начале февраля я помню ситуацию в январе было по газпрому я там стоял на газпроме на ртс и там был сильно лонг в начале февраля я не помню если честно точно начало февраля было ты там тысяч на 20 лет ты скрин кидал серьезно точно не запомнилось хорошо то есть это такого рода новости выходит какой-то позитив или негатив и уже по рынку пытаешься отработать залетаешь просто с двух ног до что еще отрабатываешь что вообще в твоем арсенале что ты зачем наблюдаешь какие ситуации отрабатываешь когда весь рынок какой-то негатив вышел можно тоже ртс шорт посмотреть он очень тяжело идет периодически но когда идет хорошо валюта если она уходит технически то там нужно грузить это же есть варианты ходить что она будет ходить сколько она будет каркать а если сравнить твою торговлю сейчас от того что ты делал спустя два-три месяца после обучения ну два-три месяца обучение там другой рынок был там я просто скальпил целыми днями там как происходит скальпинг что-то делал там была очень такая волатильная история тогда доллар ходил и там сишка летала просто сумасшедшими образами и ну смотришь на поводы бакс том бакс тот по тому или по тоду подставляют какую-то плотность там в лонг и ты сразу в сишку просто в лонг и вышел сразу то есть уже там корреляция идет ты только зашел она там 50 пунктов улетела вверх ты вышел скальпинг именно по 50 там 100 пунктиков пассивно и даже меньше там даже по 20 по 50 было акция я первые я чуть попробовал акции но по факту я раз торговал только сишку месяца два-три только сишку вообще только вот три стакана можно было оставить и все остальное убрать то есть можно сказать что твой путь начался свечей 100 процентов и как ты потом перестраивался на фонда ну это было достаточно непросто потому что я привык что ты в сделке там максим две секунды и причем неважно в какую сторону идет или в минус или в плюс и потом тянуть ну потребовалось да чтобы на вот просто акции скальпить особенно сейчас это наверное гиблая история скорее как быть начинающим трейдером ну вот сейчас рынок ходил и еще не ликвида все равно ходят периодически надо вам по неликвидов да 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 и надо стараться найти бумагу которая там по графике очень привлекательная и постараться в ней стоять то есть найти точку на пробитие там какого-нибудь часовика и стоять выбери одно сильное движение или большой объем сильное движение больше получаешь удовольствие от того чтобы вытянуть нежели загрузиться что для тебя ключевой момент да не удовольствие этого этого получают тогда стоит вопрос в том что ты не можешь позволить себе сильно грузануть но можешь закинуть найти адекватный объем и постараться поставить движение точно найти такой объем при котором риск будет но для тебя приемлемые то есть если это не ликвид какой-то но туда грузить это может быть страшно как ты отработал эти не ликвиды которые сейчас помпились там были какие-то интересные ситуации которые запомнились я не скажу что я отработал их прям хорошо но какие-то там движения удалось вытянуть что для тебя такое отработать ситуацию хорошо ну это желательно реально взять какую-то бумагу часовик и просто постоянно найти точку постоять с переносами там два дня отдыхая ну хорошее движение в денежном выражении нет именно про отработку вот большую технически когда то есть я не не удалось взять не ликвиды там прям движение но тем не менее заработать удалось да на чем life к зосп по моему мстт немного а к зосп ты по моему делал еще разбор да да разбор сделок да ты из последнего это было там амес белон ничего такого не не амес я не удалось не менее не упаси богу наверное из не ликвидов белуга была вот недавно вот ее удалось взять давай поговорим об этом конкретнее сколько удалось залить где-то 850 сам актив сколько стоит помогал 4000 44 там хай был по 4 набирался по мо 3 800 где-то так суши неплохой объем в итоге получается сколько удалось вытащить 1125 все в рамках одного дня одной сессии или переносами этого рамках одного не а у тебя были недавно переносы по моему да по какому-то по какой-то инструмента что была за идея там были переносы по втб и помпа металлургом и по озону скажи о каком-нибудь из этих инструментов что самое интересное было почему переносил почему дневная торговля превратилась в экстра дай по озону был классный хай я если честно пытался его пробивать еще в январе чуть там заранее заходя но он решил что тогда никуда идти не надо и высадил меня перед до основным хаем возникла там проторговка ну и что-то появилась идея что можно попробовать постоять тем более там весь рынок просто хорошо ходил тогда на технику если честно удалось достаточно неплохо отработать я не помню сколько я стал дня 4 5 может где-то так с переносом на выходные там я помню движение но она она медленная бумага так она шла я помню эту скидывался когда она уже неплохо сходит и вот прикольный опыт получился с тем как добирать позицию когда рынок весь падает но это не конкретно озон бумага там условно плохая и и сливают а просто по всему рынку негатив пошел и там мы два три процента вниз падаем и вот вот это отличная точка если найти где разворот чтобы именно добавится и потом добавляешься опять встречи а какие цели там оставил там в процентам либо пунктов 200-300 а сколько в итоге вытащил где-то так же в среднем сколько объема удалось на тысячи две три тысячи при стоимости актива 1800 1700 1800 почему уточняю стоимость актива потому что нас возможно смотрят ребята которые не разбираются в стоимости шага инструмента и для того чтобы оценить насколько это было в рублях соответственно стоимость актива количество лотов все это перемножается получается сумма и короче так проще вы считаете возможно кому тут просто не всегда прям объективно считать в рублях потому что как бы можно сказать что ты в валюте стоишь там на 50 миллионов и в каком-то неликвиде на миллион но в неликвиде у тебя будет ладошки трястись а в валюте как бы такой ну это очень условный пример сколько удалось заработать на зоне по моему больше там 350 тысяч очень хороший результат а это когда было вот в апреле или это свежие данные так скажем какое у тебя образование общее короче один из классов почему не пошел учиться дальше не это не интересно вообще я что-то не понимаю куда это применить и я не пошел у тебя вообще не было даже намеков на то чтобы идти есть были я в десятом одиннадцатом классе уже занимался какой-то каким-то мелким там в школе занимались реально там продавали проволоку для вейпа и мы реально сидели там целый день в этом офисе там ни до какого его вообще не было дела так что это там даже вообще не обсуждалось ты первый кто у нас без высшего образования выпуски трейдер который добился каких-то результатов кстати все многие говорят о том что образование не сильно таки помогает в торговле в принципе ты подтверждаешь это правило то что она и особо не надо я не понимаю куда его применить поэтому поначалу в трейдинге нет заработков от слова совсем как тебе удавалось совмещать жизнь и торговлю первый полгода тяжело ну но это почти всегда по одному сценарию спонеди там полгода подряд с понедельника по пятницу ты полностью в рынке и периодически вечером выходишь подработать за баранку и пятница в пятницу уже с вечера ты уходишь там там почти в ночь и суббота воскресенье тоже подрабатывал только такси или еще что только такси родственники помогали как-нибудь поддерживали ну скорее да ну скорее да чем нет чем-то занимался до торговли на бирже проекта по бизнесу пытались мы что-то делать там продавать перепродавать там перекручивать дядька меня взял свою фирму строительную и там ну условно какой-то менеджер по развитию чёток там персонал набрать инвесторов мы тоже искал для чего для строительства ну да какие-то там параллельные проекты пытались сделать там тоже связанные с производством плитки в итоге там не совсем пошло короче ты рассматривал какие-нибудь альтернативные варианты трейдингу в тот момент нет я вот программирование еще до этого немножко пробовал но они вообще нет что тебя привлекло вот с первого взгляда так скажем нужно почти всегда цель что-то с математики связная нравилась куда-то в эту сторону типа как здесь математика применимо с точки зрения внутренневной торговли но она в любой в любом случае работаешь с цифрами как-то то есть это в любом случае цифр это в любом случае рынке это в любом случае деньги поэтому математики я думаю здесь она в любом случае применимо то есть альтернатив трейдингу не было нет я ну я как-то вы болото сферу и А как ты выбрал? Что произошло, что ты такой, я хочу этим заниматься? Мне что-то всегда хотелось с экономикой. Вот именно куда-то, если условное образование даже какое-то выбирать было, это именно экономика. А что с экономикой, это уже прям вопрос. Почему не пошло учиться тогда на экономике? Нет, 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 только не учиться. Я хочу сразу практиковаться. Только не учиться, нет. Допустим, если идти куда-нибудь работать на дядю, то там не возьмут, наверное, без образования? А я вот как-то сразу не хотел. Лучше там как-то крутиться, что-то делать. Даже не прям большие деньги, но лучше сам. Вот это прям очень важно. Какое-то предпринимательство, да? Да, да, что-то, чтобы не было, кто над тобой сидит целый день и что-то тебе там говорит. Вот это прям, это ключевое, наверное. Как ты считаешь, трейдинг и предпринимательство есть что-то общее в этом? Ты себя ощущаешь? Наверное, трейдер это все-таки бизнесмен. Ну, да-да. Ну, его тяжело назвать, наверное, наемным рабочим, когда ты там работаешь с объемами и рискуешь там, ну, существенные там... Своим капиталом. Суммы на день, да. То есть, ну, а как ты его назовешь там? Так, наверное, сложно. Все-таки это, наверное, ну, это бизнес, да. ИП. Как ты ищешь торговую ситуацию? Расскажи именно алгоритм действий, как все происходит. Постараться с утра посмотреть графики, накинуть себе идей, почитать новости, посмотреть, может, какие-то видео в Ютьюбе из последнего там. Может, кто-то что-то спалил. Давай конкретно. Посмотреть графики. На что посмотреть, что увидеть в графике? Я открываю часовик, наверное, или там четырехчасовик и листаю. Листаешь, что ищешь? Ну, какие-то интересные информации. Какие информации отрабатываешь? Да, обычно горизонтальные уровни прям такие ярко, очень ярко выраженные только. То есть, если там что-то непонятное, не надо. Если вот это прям видно явно, то можно. И расчет на то, что будет что? Пробитие от полка? Ну, движение за него, да. За него? Ну, да. Пробитие? На мамбе, на московской бирже не обязательно, что это именно пробой будет. Но что будет за него движение, да. Какие новости надо посмотреть? Какие ты смотришь? Ну, или конкретно по кампаниям. Да что выходит, то и смотрим. То есть, ну... Где смотришь новости? Квик, маркет твитс, сигнал РЦБ. Это телеграм-каналы? Да, да, да. Так, новости ты говоришь, потом ты говоришь, ютуб-каналы, если кто-то что-то спалил. Это ты про что? Например, например... Да просто посмотреть, там, не знаю, каких-то достаточно интересных или там топовых трейдеров, там, просто всей московской биржи, просто полистать и посмотреть, может кто-то что-то прям интересное рассказал. А что конкретно? Вот ты смотришь трансляцию, то есть там же... Я не знаю, в общем, как-то общие мысли просто, вот как-то накидывать, чтобы что-то интересное оттуда чуть выцепить. Ну, когда просто человек что-то рассказывает, он, ну, явно с очень серьезным результатом, ну, он может что-то полезное рассказать. И просто оттуда... Какой-то инсайт выдать, да? Может, даже не инсайт, может, просто общее. Ну, если инсайт, это вообще классно. Какие торговые объемы у тебя на данный момент? Ключевые инструменты выбрать? Там, условно, не знаю, СИС, БЕР, ГАЗ, РТС. Можно в лотах, можно в рублях, как тебе удобнее. Ну, тут от ситуации зависит очень. Ну, по валюте, по юаню, наверное, ну, от тысячи до трех. СИ? Ну, от ста до трех ста. Лучший момент поделиться как раз-то твоими последними неудачами на СИ. Что было, что за ситуация была и сколько ты туда грузанул, сколько отдал? Ну, там появился айсберг. Который мы думали, что почему-то будет переставлять в лонг. Я туда загрузил 300 лотов. Он его снял. От этого айсберга загрузился? Да, да, да. И мы полетели вниз, когда он его снял. А почему, как бы, из чего вы ждали, что будет движение там наверх? Он иногда переставляет эти айсберги. То есть до этого уже было. И удалось заработать в прошлый раз? Да. То есть фактически ты так вернул деньги в рынок, да? Которые заработал? Даже не вернул. Там больше заработать удалось. Больше заработать. Да. Сколько отдал еще раз? Там было две попытки, потому что, естественно, если он один раз снял айсберг, нужно же второй раз попробовать. Ну, каждая по 40-45 тысяч. Короче, в районе 100 тысяч? Почти, да. Отдал. За, там, минуту. Интересный опыт. Был какой-то, ну, что-то психологического характера? До этого, да. Сишка я как-то так посмотрел, такой подумал, ха, понятно. Если честно, так и было. Такой, типа, все с ней понятно, классная история. То есть не было никакой обиды, злости? Были попытки отбиться? Не, 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 просто настроение так себе, а нет, тильта не было. Учитывая ликвидность текущего рынка, да, ее достаточно мало стало, и в торговой ситуации хочется загрузиться периодически. Вот возникают ли проблемы с этим, и как ты набираешь позицию? Мы уже обсудили озон, то, что если происходит какое-то коррекционное движение, ты добираешься по ходу. Ну, вот так, в среднем, как происходит набор позиций в пробитии, там, того или иного уровня? Наверное, лучше пробовать чуть заранее набираться. И, ну, естественно, если это ты хочешь туда загрузить, то, ну, это надо частями. То есть тут вопрос в том, что если ты хочешь вытянуть реально большое движение, ты как бы можешь там полдороги его загружать. То есть там уже все скинутся по факту, ну, а ты еще набираешь его. А как тогда контролировать риск? Происходит вкат, ты вот грузишься, грузишься, грузишься. Ну, те пачки добавленные желательно скидывать. Когда скидывать добавленную позицию? Когда они подходят к цене добавки. А, то есть не допускать даже просадки никакой? Я стараюсь прям, нет. То есть идет движение, добавляешься, если происходит коррекция до цены добавленной пачки, ты ее сбрасываешь? Да, да. Если она даже, вот я добавился, она не пошла вверх от этой точки, я тоже скорее всего скину. То есть я не даю, чтобы она откатилась. Что-то графически должно быть при добавлении в позицию? Или это чисто стаканная история? Наверное, скорее стаканная история. Как определить, какой объем ты можешь позволить себе загрузить в ту или иную ситуацию? Ну, здесь надо просто примерно прикинуть, какой у тебя риск там в пунктах условно. То есть ты ликвидный стакан видишь, и там как ходит инструмент. И просто примерно в голове представить, какой ты готов риск. Ну, я как делаю. В какой я риск готов заложить в деньгах на эту ситуацию. И просто условно делишь на количество пунктов, которые ты думаешь, что это риск. Ну, ты и получаешь объем. А какой вид сделок у тебя преобладает? Пробойные или отскоки ситуации? Нет, отскоки нет. То есть в основном это пробойные сделки? Ну, или роботы-алгоритмы какие-то. Сборы, ну, сборы какие-то. Вот наподобие даже этих роботов, что я рассказывал. Ну, если там прострельщики на валюте начинаются, что их не подсобрать тоже? По большому счету основной заработок это больше какие-то неэффективности рынка, которые ты подмечаешь алгоритмами? Нет, нет, нет. Это все вперемешку. То есть, нет, на основной, конечно, все-таки на движениях на каких-то. Если мы разобьем процентно, то, допустим, алгоритмы и обычные движения классические. Это вот как бы ты распределил? Ну, к движениям, если на властные отнести, то, наверное, все-таки 70 на 30. Давай вот проще даже так. Ты заработал, говоришь, полтора миллиона рублей за первый квартал этого года. На чем удалось заработать, допустим, большую часть этих средств? Это были какие-то движения конкретные или все-таки сбор волатильности и неэффективности? Ну, скорее движения, да. Это больше движения, процентов 70, да, точно. Если мы вернемся к торговым ситуациям, то по какому принципу происходит фиксация прибыли или убытка? То есть, как определить цели, допустим, в сделке? Ты тянешь периодические сделки? Как определить цель для выхода из этой сделки? Это такой самый распространенный мне вопрос на самом деле. И вот мне интересно, как ты фиксируешь сделку. Это происходит графически, то есть ты определяешь цель, либо по стакану цен что-то должно произойти, и ты фиксируешь сделку. Если это графика, как бы можно примерно предположить, куда он сходит, примерно, то есть это графически, ты вошел в сделку именно из-за графики. Опять-таки, если рынок валюты, как в декабре, она активно ходила, ты просто видишь, что целую неделю 100 пунктов на юане, 150 движения за час норм. То есть, ну, она просто так ходит сейчас, то как бы очень глупо забирать там 20-30 пунктов. Средний АТАР, да? Да, да, наверное, вот так. Ты обращаешь на это внимание? Да, как ходит инструмент, конечно. Если он начинает, ну, волотились. Какой смысл забирать на юане 20 пунктов, когда у тебя риск 10? Ну, вообще туда смысла входить нет. То есть, как бы, естественно, тебе надо стоять хотя бы 50, если ты туда уж вошел. Что должно быть в стакане, допустим, при пробитии там? Ну, это именно, наверное, скорее графически. То есть, мы просто видим потенциал по графику. То есть, что... Как он определяется? Наверное, в том числе, как он обычно проходит такие уровни, тоже можно посмотреть. То есть, на истории? Ну, да. Если это новость, то просто начинаем оценивать примерно, ну, как-то в голове, а куда он может сходить. То есть, тут, не знаю, может, по опыту спросить ребят в чате, что они думают. Ну, то есть, куда они стоят. То есть, это, ну, это тоже прям как лайфхак. И потом, по стакану цен, да, если определять, можно определить как-то цель сделки? По стакану иногда, наверное, можно найти, когда выйти. Что должно произойти в стакане, чтобы ты вышел? Ты видишь, что активность вообще закончилась, прям если это какой-то пробой был потом. Как увидеть активность, что она закончилась? К примеру, по доллару, по юаню иногда. Ты просто видишь, что доллар начинает сильно вкатывать, прям. А юань еще вдруг не успел. Ну, как бы все, выходи. То есть, здесь ты обращаешь внимание на второстепенного какого-то коррелятора, да, который или прямого коррелятора, как его назвать? Да, в том числе здесь, да, можно и так сказать. Торговля на поводыре, да, или как это? Да, но что-то, честно говоря, в последнее время... Корреляция не очень хорошая. Да, потому что... Ты заметил, нет? И так всегда ломается корреляция, она не всегда работает вот так, как хочется работать. У меня такое ощущение, что сейчас юань стал спотом. Ну, там объемов стало, я смотрел, вроде как даже больше, чем на долларе. И такое ощущение, что именно на юане происходит движ. И раньше, если бакс пошел прям, и юань начинает за ним, то сейчас бакс чуть начинает идти, юань бьется в какой-то айс, и у него не получается рвить, и бакс идет вниз. Что ты имеешь в виду под тем, что он стал спотом? То есть, теперь как бы доллар смотрит за юанем, или как? Как будто они как-то вместе ходят. Но я вот за последние две недели... А, то есть, сравнялись как бы объемно, да? Ну, да, да. Такое вот сейчас, за последние две недели, я что-то заметил, что прям юань стал... Ну, играть существенную роль, что не просто он там за долларом ходит, а он как-то самостоятельный такой прям сильно. Ну, там объемы появились такие. Да, да. Вырос малыш. Как ты оцениваешь риск, то есть, закрытие позиции по убытку? Тот предел, который я готов позволить себе. Это какое-то, ну, условное для себя значение, да, там, в пунктах, в деньгах? Или что-то должно также находиться там на графике, либо в стакане? Когда закрываю убыточную сделку? Да. Да. Ну, наверное, часто, часто пытаюсь. Если я стою, уже набрал объем, ну, какой-то определенный, не на копейку, прямо на объем, то это, на самом деле, происходит часто, почти всегда, когда уже чуть краснянка. Практически в ноль комиссия заплатила? Ну, там, получается, вообще не в ноль, там. Ну, в зависимости от объема, да? Да, да, это, да, там, вот ты там один раз просто видишь краснянку и начинаешь скидывать вниз, и это уже не ноль. Да, и по такому стакану это тяжеловато сделать. Иногда, да. Смотря какой инструмент, ну, да. Но в любом случае, то есть только цена подходит к средней цене входа, ликвидация позиции. Так как я, если честно, люблю относительно там своего, наверное, может, риска и так далее загрузиться, я стараюсь стопы вообще, ну, короткие иметь, да. То есть скорее загрузиться и попытаться найти точку, чем перетягивать что-то. Ты же ответил, что ты любишь больше вытащить, нежели объем загрузить. Так это вместе. Хочется всегда вместе, да? Так, конечно, конечно. У тебя по-другому? Ну, мы не обо мне говорим. Расскажи о росте своего торгового счета. Ключевые этапы, моменты, которые тебе запомнились. Давай вот построим прям полный путь. Самое первое это, ну, там, 2-3 месяца я вообще там в нуле, ну, 2, наверное, ковырялся. Потом в мае, я помню, там была такая ситуация, у меня было на балансе 8800, и мне Андрей, наставник, написал, типа... Да, кстати, Андрей Лугунов, наставник, если вы не видели его интервью, обязательно посмотрите по ссылочке к этому видео. Андрей, привет! Короче, он сказал, делай левелап, у тебя еще там 5-10 дней. Подожди, теперь левелап, это у нас программа есть такая в компании, просто надо пояснять. Если вам интересно будет, обращайтесь, расскажем. Я ему говорю, типа, там же от 8 тысяч, а у меня 8800. Он говорит, я договорюсь. Ты договорился. Так, сделали левелап? Нет, в этот момент он сказал, ты иди, делай, типа, в смысле... А, я понял. И это меня так нормально, так замотивировало, хотя я, если честно, понятия не имел, как сделать за 5 дней, там, 8 тысяч, я понятия не имел, как это сделать, но там очень сильно волотили лосишка, и там такие прям дни были в конце мая, когда она очень большие движения давала. А что такое большие движения носить для тебя? Нет, ну тогда она там что-то за 2 дня 8 рублей сходила. А, ничего себе. Ну, это мая того года. Не понял. Там она в самый низ, когда ушла, к 50, там откуп был прям... Очень резкий, да? Очень, да. И там вот получилось взять потом левелап, бонусы, еще там пару удачных дней, и как-то так получилось, что за недели-полторы-две там счет уже 100 тысяч. Обалдеть. Ну, да. Ты бустанулся быстро. Там повезло прям, да, там очень хорошо ходило. Так, такой первый этап, да? Ну, это прям, да, это... Ну, вот эта темка с сишкой, когда подставляют плотность, заходишь и там выходишь, и вот так просто скальпишь по стакану прям очень сильно. Комиссия на фьючерсах была маленькая, и там можно было прям, ну, нормально, короче. Тоже еще одна такая неэффективность, которую удалось разгадать и использовать. Ну, условная, да, да, да. Так. Потом комиссию по фьючерсам изменили через пару месяцев. К тому моменту баланс что-то был где-то 150, и надо было что-то менять. Ну, к тому моменту я уже понял, что надо пробовать сишку тянуть, иначе, ну, просто... Ну, этот сбор закончился, его просто убрали. Начал ее пробовать тянуть. То есть, короче, вот это, наверное, от 100 до 200 это только сишка. Это было очень резко. Потом была какая-то условная небольшая консолидация там, по счету, ну, накопление. И тоже сишка, по-моему, была, только уже какие-то движения более. Не просто небольшой скальп по стакану, а именно прям постараться вытянуть что-то. Это когда уже пошел в откуп по сишке, да? Ну, когда он оттолкнулся от дна, так скажем. Наверное, да. А она там потом опять внук сходила. Ну, да, да. То есть... Запилила. Просто основная была мысль в том, что хотя бы там не 30, 40, 50 пунктов, а хотя бы 100, 200. И вот это будет уже очень хорошо, короче. Так, дальше у тебя следующий этап. То есть 200 тысяч. Да, 300 как-то докатил. Потом был Юань Фьюч. Дикая пипсовка, которая давала нормально так денег. Пару месяцев подряд. Дикая пипсовка. Ты не помнишь Юань Фьюч, когда... Я помню. Расскажи. Там, короче, у него была другая цена шага. И выставляешь с двух сторон лимитки. Да. И он просто стоит в пиле целый день. И тебя кидает, забирает. И потом там через час тебя опять заберет выше. Все. И вот так сидишь там целый день, целый месяц. Два месяца, три месяца. Маркет-мейкинг каким-то занимаешься, можно сказать. Да, да. Хорошо. То есть на Юань Фьюч потом удалось раскачаться до какой-то суммы? Ну, наверное, до 600 тысяч. Ну, плюс... Удвоится практически. Ну, там не только Юань Фьюч был, конечно. Ну, и что-то еще. Да. В основном, да. Следующий этап? Что бы ты выделил? Это был конец сентября. Это был, наверное, прям такой важный очень момент, после которого я, кстати, даже с такси уволился. Уволился. Ушел. Это была мобилизация. И там за неделю получилось прилично взять. Прям вот это там... Там что-то за неделю... На чем конкретно? Помнишь? Акции, фьючерсы? Газпром в шорт. Когда шла, по-моему, валюта очень сильно ходила, юань. Да, там прям 2-3 дня были прям очень страшные на рынке. Да. Потом там еще какие-то, помню, новости выходили просто невнятные о том, что Минфин думает, что Сбербанк и Газпром выплатят дивиденды, а рынок очень такой волатильный прям и пустой. Ну, реально пустой. Да, да. И ты просто там загружаешь тогда 2000 в Газпром, это было прям много, я помню 2000 в Газпром, и она просто уже там где-то там... Космос. Видишь, мы с этого начали, то, что ты быстро адаптируешься под изменения рынка, что тебе как раз-то позволяет. Тут, если честно... С чем ты это связываешь? Если серьезно, я вот с ребятами торгую, там есть сейчас 3-4 человека, которые прям спокойные. И им не нужна эта адаптация. Ну, прям реально, я не знаю, как так, но вот им она не нужна. Они просто не сливают, когда начинается другой рынок. Не, я больше не про сейф говорю. И я к тому, что когда я просто вижу, что я там налосил, отдал, а там все сидят в нулях, я как бы понимаю, что надо тормозить. Ну, прям все, тормозить. И ты перестаешь там заливать объемы и лететь там, пытаться, потому что движения закончились. То есть ребята в команде все-таки тебя немножко так, знаешь, это... Конкретно, да. Останавливает. Сто процентов. Ты такой, блин, я сейчас порву всех. Сто процентов. Да, расслабься, здесь вообще нифига делать. Сто процентов. Так, следующий этап. После октября, там, ноября. Там был декабрь. Что там было интересно? Декабрь был тяжелый для меня. Там был очень хороший разнос в середине месяца. На чем? Это было IPO в ушах. Что делал? Грузил? Нет. Я вообще понятия не имел, что он может сходить только по пунктам. Я посмотрел цену шага, что он будет 001. Поставил клик 250. Мне сказали, что это мало. Я поставил 5000. Это оказалось как 500 на Сбере, но как бы казалось 500 на Сбере, я рассчитывал, что риск будет 1010. Я причем, мы причем обсуждали такие, типа, день был вообще ни о чем. Прям просто ни о чем. Минус там. Ну, все ждали в ушах. Ничего не предвещало беды просто. Никто ничего даже это. Так, чисто посмотреть его. И там, она открылась. У меня стакан вообще не сужен. Он улетает. Цена. Не видно, где цена. И ты начинаешь. Короче, пока я его сузил, пока я кликнул, походу просто по инерции. Я только кликнул, я смотрю, у меня уже там показывает минус 3000 пунктов. Ну, я такой, начинаю ее закрыть. Там еще отклоняло заявку. Ее еще не сразу закрыло. Закрываю. Смотрю, минус 130 тысяч такой. Классно. 8 секунд сделки. Как бы, хороший день был до этого. Короче, неплохо получилось. И как у тебя после этого справился с этим? Да никак. Да, ну, главное просто вообще ни в коем случае не бежать отбиваться. А если прям такой сильный этот происходит, ну, то надо просто постараться удержать. Все, хорош. Ну, то есть, как бы, тормози. Хватит. Передохнуть это там. Да, да, да. Надо смотреть, но спокойно. Хорошо. Что ты делал в самом начале, что помогло тебе удержать финансовый результат вот в положительной зоне? То есть, позволяло тебе потихонечку прогрессировать и расти? Что можно посоветовать начинающим трейдерам в этом вопросе? Первое, это точно, это не спешить. Как бы это странно не изучало. Ну, это прям не спешить. Ну, то есть, не. Не стремиться заработать с маленького капитала, да? Не, 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 не. Это гибель ведет. Это прям, нет. Не надо это делать. Надо на долгий путь настроиться и не спешить заработать. Когда есть возможность, это у меня так, когда как-то нет сложности вот реально заработать, есть сложность удержать. Прям вот намного тяжелее прям. И лучше не спешить. Если ситуация появится, ты ее, скорее всего, отработаешь. А так не спешить. Второе, это ну, нужно общаться с комьюнити. То есть, прям с ребятами сто процентов. Они могут что подсказать. И в том числе, если у тебя там что-то не получается, как-то, ну, в том числе направить. Направить, наверное, ну, такие более старшие товарищи, которые могут тебе что-то подсказать. Да, иногда и просто взгляд со стороны, ну, твоего уровня. То есть, тут тоже сто процентов. У тебя уже есть некоторый опыт наставничества. И какие самые распространенные вопросы ты слышишь от начинающих трейдеров? С чем сталкиваются ребята? Где кнопка бабло? Ну, это понятно. Я до сих пор ищу эту кнопку, никак не могу найти. Я тоже. Почему вот я нарисовал уровень, а он не пробивается? То есть, почему графика, она не работает, как бы? Это тоже такое-то... Ну, потому что ни время, ни место. Ну, это постоянный вопрос просто. Самый частый. Это частый вопрос, да. Что еще? Давай три вопроса выделим. Как определить рабочий объем? Ну, да, как объем рассчитать. Что советуешь? Как определить рабочий объем? У нас табличка классная, кстати, на сайте есть. Ну, а ты ей пользовался? Да. А, пользовался. Я ей пользовался. Блин, ну, хочется посоветовать вот прямо сейчас, как определить рабочий объем для трейдеров, и у кого нет доступа к нашему сайту, как бы ты посоветовал? Посмотреть, какая у тебя просадка и рассчитать, чтобы тебе хватило риска, там, на пять сделок. Ну, если нет таблички, то как бы сделать это вручную. В принципе, в Excel это возможно? Да. То есть, отталкиваясь от просадки? Чтобы тех хотя бы на пять попыток хватило, хотя бы. То есть, вот ты зашел в сделку, заложил какой-то определенный риск и вышел по стопу, и вот таких пять подряд, и ты в просадке. На день. То есть, ты на день, так, говля твоя заканчивается. А если вот тебя выбивает постоянно, что делать? Как сделать работу над ошибками? Если прям вообще реально, ну, не получается, как бы, снижать объемы прям до минимума, и смотреть те ситуации, которые не получаются, прям, если подряд, ну, переставать их торговать. Мы приходим к тому, что надо советоваться. Ну, если не пробовать, тут ничего не получится. Тут в любом случае придется целыми днями сидеть у терминала и просто пробовать. Третий вопрос, который тебе задают ребята. Как рассчитать цели, наверное, да. Если это графически, а там чаще всего сейчас акции отрабатываются графически, то... Да не знаю, на глаз. Должны же быть какие-то ориентиры по графику или в стакане цен? То есть, какие-то ключевые уровни? Ну, там на глаз видно, что хотя бы, чтобы она должна пройти уровень, и не до куда-то дойти. Но она вот так ходит часто, вот, не знаю. Особенно, если сейчас не ликвид, и он пампится. Там уже пару таких проторговок до этого было. Ну, видишь, что она так выходила. Это, кстати, проблема как раз такого, знаешь, не теоретического опыта, а практического опыта. То есть, когда ты уже интуитивно от своей насмотренности понимаешь, что ну вот здесь она должна сходить. А когда вот в теории, знаешь, тебе ты расписываешь вот такие толмуты. Или тебе надо объяснить. Да, и ты думаешь, ну вот, потому что вот так, вот так, вот так. Короче, тяжело, когда ты практик. Теоретически, теоретическая часть, она такая достаточно непростая. А если подытожить, что нужно делать изо дня в день трейдеру для того, чтобы прогрессировать? Я слышал от Андрея, что он тебе честно, вот он мне говорил, блин, он меня заколебал вопросами. Просто каждый день одни вопросы. Я к тому, что не это ли является как раз-то, ну знаешь, вот у тебя, наверное, был искренний интерес, и ты хотел добиться там каких-то результатов, которые перед собой поставил. И поэтому ты постоянно задолбал? Ну я думаю, я его задолбал, да. Вот как ты считаешь? Мне очень повезло, именно для меня, у нас в группе почти никто не ходил. И это было, ну почти один на один. И он имел неосторожность, вначале сказать, если хотите, задавайте в личку вопрос. Ну, он потом пожалел, я уверен. Сто процентов? Сто процентов. Так, то есть, хорошо, давай. Ну, поначалу, первые три месяца он был по-любому человеком, там, первые, наверное, полгода, которому, ну, я задавал, да, там, ну, наверное, все. То есть искренний интерес должен помогать. Что еще может помочь? Ну, нужно целый день торговать. Это обязательно. Ну, для быстрого, сто процентов. И стараться, и стараться не моржиться поначалу, чтобы реально целый день смотреть. Во время просмотра, там, какие-то записи делать, что-то делать, какие рекомендации дашь? Я вел какой-то определенный дневник, записывал мысли, и сейчас иногда это делаю, там, раз в недельку, если мне прям надо. А, поначалу, кстати, да и сейчас, но поначалу, особенно, когда сишку торговал, скальпел по стакану в мае. Короче, я каждое утро за час, за полтора уходил в парк, и просто как дебил, говорился полтора часа, мы не перетягиваем убыток, не усредняемся. Мы сразу нажимаем D. Какая-то мантра. Это прям я, ну, реально, просто час, и так, ну, месяца два подряд. И ты просто, если краснянка, мы ее закрываем, мы ее не перетягиваем, мы ее закрываем. И вот ты ходишь, короче, вот так, ну, час где-то, приходишь прямо к открытию, и все равно усредняешься. Но, в общем, это, я думаю, дало свое дело. Какое-то самопрограммирование, да, на день. Да, это прям, да, это было. Я, кстати, в курсе был такой момент о визуализации. Раньше об этом рассказывалось, сейчас уже нет. Но визуализация на самом деле играет роль. Когда ты просто готовишься, там, может, не в течение часа, а полтора, так, хотя бы минут на десять закрываешь глаза, и просто представляешь, как ты отрабатываешь те или иные ситуации. Ну, мне, я так раньше делал, и, может быть, может быть, это действительно работает. Кто-то работает. Нет, это 100% работает. Пусть будет визуализация. Что еще может помочь поначалу трейдерам выйти на уровень? Если пошли убытки, надо их резать сразу. И объемы, и просадки, и все, что хочешь. Сохранить проще всего, когда ты уходишь от компьютера, а ты говоришь, что надо сидеть целый день. Да, это и есть сложность. То есть, как бы, надо наблюдать и ждать ту прям, что ты понимаешь, но при этом не лезть во всякую это. Это очень сложно, это самое сложное. Ну, то есть... Согласен. Но если пошли убытки, вот это я помню, мне прям старший товарищ посоветовал, это очень важно было. Еще, помню, в июне того года. Если пошли убытки, все, моментально. Режь объемы, режь просадки. Все, тебе надо сохранить. Выбери одно. Высокая интенсивность сделок или один хороший трейд? Один хороший трейд. Но при этом ты очень любишь волатильный рынок. Да, но сейчас, скорее, если это волатильный рынок, я все-таки постараюсь зайти и постоять просто. То есть, не скальпить там по стакану. А как на высокой волатильности стоять тяжеловато? Она же туда-сюда. Как Антон Клевцов говорил, дыханием выбивает. Кстати, посмотрите, да, интервью с Антоном Клевцовым тоже интересно. Все-таки, я не знаю, я пришел к какому-то своему такому мнению, что если есть высокая волатильность, то, скорее всего, она возникла не просто так. И, скорее всего, есть какое-то направленное движение куда-то. То есть, оно не вот так просто волатильное. То есть, оно в целом идет направлено, но с какими-то откатами. С дикими, может быть. Но это, скорее, направленное движение. И лучше постараться его просто найти сначала и там встать. Ну, условно, вот в сентябре была мобилизация. Там было уже к середине дня, понятно, что что-то плохо. И вот мы идем прям сильно вниз, рынок прям идет. Там начинать скальпить посередине стакана, ну, страшно. Типа там прям большой риск. Лучше постараться зайти на активности сверху, в шорт, и просто стоять. Вот, наверное, вот так. И по ходу добавляться. Вот, скорее так. Ну, потому что, когда просто волатильность сильная, начинается вот эта условная, я ее называю болтанкой, туда-сюда, и по пустым стаканам. И если ты там пытаешься заходить, как бы, можно очень много отдать. Прям. Юр, как выглядел твой рабочий день, когда ты начинал торговать? Я просыпался в 8 утра сначала, и первые месяца 3 я просто ходил реально в парк и гулял час. Это было прям, можно сказать, реально подготовка к торговле. И рассказывал себе какие-то мысли, которые прям нужны. В общем, настраивал себя на какой-то лад. Да, в принципе, на этом подготовка и закончилась. Заканчивалась. Месяца с 4-5 я начал просыпаться и смотреть графики. Ну, то есть, там, за час до этого нужно было 100% посмотреть самому графики, посмотреть новости, которые вышли там за ночь. Плюс, достаточно прикольная тема, прийти на планерку, там, в 9.30, послушать, что еще опытные трейдеры советуют. Как ты считаешь, нужна ли расфокусировка внимания при торговле? Ты отвлекаешься как-нибудь? Именно во время рабочего дня? Да. Нет, не нужно. Ну, мне не нужно, мне надо сидеть целый день. И ждать какую-то ситуацию, иначе я потом поймаю Фома, что я ее пропустил. Отдыхать вот выходные, вечер, делай, что хочешь. У тебя с 9 утра до 6 вечера, до 7, ты в торговле, все. То есть, ты вообще не отвлекаешься от трейдера? Ну, я могу отойти, там, в смысле, от компьютера. Но я все равно, там, в телефоне, и если что, новость вышла, там, в телеграме, я ее вижу. И я слышу, если что-то, кто-то кричит. Это очень похоже на то, что говорил Саша Павлей в интервью, что внутридневные трейдеры вообще не упускают возможности. У тебя есть какое-нибудь хобби, чему ты уделяешь время, помимо торговли? Ну, я периодически играю в интернете в шахматы, но сейчас уже не так часто. Нельзя назвать это хобби, да? Каждый день, может, минут по 20, так чисто. Ты занимался профессионально? Почему? Откуда же, блядь, любовь к шахмату? Не скажу, что прямо что-то там достиг профессионально, но я какое-то количество лет посвятил этому. Давай разложим твой просто рабочий день, как он выглядит. Ты просыпаешься, потом идешь... Сначала я уже у TradingView и смотрю какие-то графики или опять-таки ищу новости в Телеграме. И после этого... Ну, ищу какие-то идеи, в общем. После этого открытие сессии и безвылазно ты находишься в рынке. Да, я могу опять-таки немного отойти от компа, но это... Я прекрасно вижу и слышу, что там в рынке. Если что-то происходит, там мне крикнут, скорее всего. То есть можно сказать, что внутридневному трейдеру никак нельзя вообще отвлекаться? Это такая полноценная работа, которая нон-стоп с 8 до 7. Да. Я когда в интернете натыкаюсь на какие-то видеоролики, как там учат, и рассказывают, что трейтингом можно заниматься там 2 часа в день. Там подходить на одном мониторе на ноутбуке, где-то на пляже, сам начало. Ну, я не знаю, было бы классно, но ты сидишь на 4-х мониторах как-то целый день и понимаешь, что это какая-то сказка. Ну, или я что-то не так делаю. У тебя уже есть опыт работы с арбитражем на московской бирже? Какой опыт? Поделись, пожалуйста. Ну, если честно, он, наверное, скорее скудный. То есть это какие-то попытки и что-то изучать по информации просто. То есть мы просто начали изучать, что такое баквардация, контанга, по там фьючерсенам, смотреть различия между Форексом, но пока я не сказал бы, что есть какие-то результаты. Интересных трейдов еще не получалось, так чтобы прям вытащить хорошо. Какие результаты вообще, в принципе, удавалось уже отрабатывать, получать? Что-то возьмешь плюсом, что-то минусом. Скорее прям пока это только ниша, куда надо копать. А можешь поделиться тем, как вообще происходит отбор инструментов для этого? Просто для меня это вообще темный лес. Я никогда это не занимался. Да, для меня это пока тоже не особо. Но тем не менее, ты уже немножко докопнул. Как отбирались инструменты для отработки тех или иных ситуаций? Ну, есть определенный там спотовый инструмент на... Ой, в смысле фьючерсный контракт на там московской бирже. И ты просто смотришь, по какому контракту, там, например, мировому, он должен экспилироваться в момент экспирации цена. Как бы заходишь в спецификацию и смотришь это. И исходя из этого, ты должен понимать, что к моменту экспирации, по идее, цена должна быть рядом с ценой спота, ну, то есть мирового актива. Вот скорее вот так. По золоту, по ЕД, по прочим. Как это прям так арбитражить, пока, ну, вопросы, какие-то попытки есть. Но я бы не сказал, что есть полное понимание, чем этим надо заниматься. Просто вопрос в том, что эти раздвижки, они не просто так появились и появляются. Хорошо. Криптовалюта. Какие успехи? Пробовал. Все плохо. Вы пробовал? Да. Какой у тебя торговый опыт на крипте? Там луна, когда ходила сильно. Я что-то прям начинал тогда только, но удалось там, не знаю, прям с нуля тысячи до полторы раскачать. И потом, постепенно, планомерно, в течение года, все под ноль. Как думаешь, почему, с чем это связано? Ну, акцент только на Мамбе. Акцент только на московской бирже. Почтя туда залетами. И как-то, наверное, ну, смотришь на тот баланс. И на, ну, в общем, деньги, которые ты зарабатываешь на крипте, типа, они те маленькие, как будто. И ты хочешь залить большие плечи, и начинается. Берешь на себя повышенный риск, да? И слив пошел. Да, да. Но по большей части, мне кажется, что это все-таки из-за того, что нет именно прям настроя на крипту прям целыми днями. Все-таки, ну, работаем мы, смотрим мы на московскую бирже. А перспектива? На московской бирже? Я имею в виду перспективы заработка на криптовалюте, она, наверное, побольше, чем на московской бирже, или ты считаешь по-другому? Я пока думаю, что нужно, так как пока московская биржа получается, и, ну, по результатам, объективно, надо сжать, а вот и следить за моментом, когда крипта начинает прям ходить. И тогда надо туда с головой. А пока нужно заниматься, короче, московской биржей. Какие-то такие мысли. Как думаешь, вот так, если провести сравнительный анализ крипторынка и московской биржи, какие там плюсы, минусы, отличия? На крипте, наверное, ну, ликвидность, естественно, намного больше. Там намного это плюс. То есть, как бы, по идее, залить туда можно больше и заработать, соответственно, больше. Минусы. Я, если честно, скептически отношусь к крипте. Все-таки на московской бирже есть там регуляторы, Центробанк и все такое. А крипта, не знаю. Ну, то есть, шанс, что ее не прикроют, но он больше. Не может ли это быть плюсом? Может, но это скорее... Ну, я это выделяю как минус. Что бы еще выделил? Наверное, там маркетмейкеры намного сильнее, которые не дают там возникать. Особенно абинанси. В настоящий момент, кстати, прям очень ощутимо. Вот мне кажется, что они там значительно сильнее. А сейчас на московской бирже из-за того, что западные, ну, крупные фонды ушли, там наши маркетмейкеры явно слабые. Там, короче, возникают эти неэффективности как раз, всякие возможности. Поэтому на московской бирже, наверное, сейчас можно быстрее раскачаться. Мне так кажется, субъективно. Сейчас много ребят начинают именно с криптовалютного рынка свой трейдерский путь. И ребята, в том числе те, кто приходят к нам. И те, у кого ты являешься наставником, скорее всего. Какие у них, какой фидбэк от московской биржи и от криптовалютного рынка? Где лучше, где хуже? Ну, это все по-разному. Да, конечно, да. Кто-то прям вот именно хочет московскую, а кто-то говорит, что там он вообще не верит в эту московскую биржу, это скам какой-то. Занимаемся криптой, да. Только криптой. Как успехи у них на криптовалютном рынке? У начинающих есть там? Ну, я, как понимаю, пока рынок не очень ходящий, наверное, скорее около нуля. Или небольшой плюс. Как думаешь, начать лучше? С крипты или с мамбы? С мамбы. Потому что надо понимать вопрос риск-менеджмента. Здесь он построен, и тебе... Ну, компания уже реально дает, если ты торгуешь пропи, компания дает тебе стратегию риск-менеджмента. Систему риск-менеджмента. Это очень важно. Ну, просто вот ее понимание, это... Ну, это очень важно. Тут за тебя просто по факту делают вот... Не дают тебе слить баланс. Ну, реально. Такого нет, это минус. Это прям дикий минус. Ну, как бы ты там реально тельтанул, как бы это... Глаза открыл, смотришь, у тебя там... СМС-ка пришла. С недавних пор ты ведешь разбор сделок на YouTube. Как ты считаешь, тебе это помогло как-то спрогрессировать? Играет ли это роль для трейдера разбирать свои сделки? Какую-либо роль? Пока не знаю. Не могу сказать, что это пока повлияло какую-то роль. Пока не чувствую. Как ты считаешь, нужно ли разбирать свои сделки? Самостоятельно обязательно, 100%. Ты это давно начал делать? Не в публичном... Все время делать. Ну, почти все время. Или там с кем-то, или там наставник сначала разбирал. Ну, или даже обсуждать это там с напарниками, или там, ну, самостоятельно это обязательно. Да. Ты даже сам можешь потом взглянуть на то, что ты там делал, и уже понять. Много ты объема туда залил, немного. Придерживался ты первоначальной стратегии, или просто ты там, условно, в тильте был. То есть это обязательно, да. Это прям очень важно. Разбирать свои сделки. То есть фидбэк от наставника. А как самому это? Ну, уже с каким-то опытом ты... Просто сам себе торговую стратегию какую-то уже намечаешь в голове, и понимаешь, что вот, ну, условно, там, ситуация, которую ты примерно отрабатываешь уже второй, там, раз, третий. Ты понимаешь, что... Насколько качественно, да? Да, и ты там понимаешь, что у тебя они в плюс идут, а ты туда объема не загружаешь даже, хотя они в плюс. Как бы вот сюда надо поднажать, значит. Если ты это на историю смотришь, как бы, это даст свой, да. Столкнулся ли ты уже с какими-то психологическими кризисами? Прям с кризисами вряд ли, но... Ну, постоянно, там, раз в месяц, пару дней в месяц, когда нормальный такой лось прям. Ну, убыток, который, ну, тебя может чутка подкосить. И тебе надо с этим справляться. И особенно не надо проецировать это прям вот на реальные рубли и деньги, что ты там, не знаю, сто тысяч потерял, и нужно все, там, не знаю, головой обстинку биться, что это слишком много. Как вправляешься с этим? Вот давай из актуального. Ты недавно потерял как раз-таки... Да. На чем? На сишке. На сишке. Буквально за пару минут там тысяч сто. Главное сократить убыток. Просто все, его надо гасить. То есть, ну, если он уже существенный, вот, там... Сократить? Ну, нет, не сократить в смысле, а не усугублять ситуацию, да. Не усугубить. Ни никаким образом вообще. Надо, ну, прекратить наращивание убытка. И после этого просто спокойно, ну, начать восстанавливаться. Если это сумма... Получается спокойно? Если ты уже в таком неадекватном состоянии? Чаще, да. Как это вышло? Есть какая-то определенная сумма просто, при которой у меня в голове. Она меняется с периодами времени. Это не просадка, потому что просадки я поставил все слишком большие, на всякий случай. Это вот определенная сумма в голове. Раньше это было, там, 20 тысяч рублей, сейчас чуть позже 40. Сейчас, наверное, это ближе к 80, 70, 60. То есть это за день цифра, убытка, при достижении которой, ну, надо тормозить. Ну, как бы, хорош, лучше отойди. Ну, то есть это уже для тебя именно эмоционально, прям тебе не очень. Ну, и как следующий день? Просто с чистого листа или как? Постараться, да. И при этом постараться просто, ну, не усугублять. То есть подкинуть объемы и поосторожнее. Вот этот вопрос убытков, он очень интересен. А если мы разберем какой-нибудь другой убыток, который у тебя был? Тут важно понимать, какая полоса идет. Типа, если ты, там, закрываешь один день, ну, условно, 20 тысяч, другой день 20, 20, и на следующий день минус 20, ну, как бы, может, ничего страшного, особенно если рынок ходит. Ну, а если ты чувствуешь, что рынок мертвый, и ты потерял много прям, и, ну, ты не видишь, где, как реально много заработать, надо тормозить. Ну, все, хорош, типа, хватит. У меня обычно убытки начинаются после того, как идет какая-то хорошая полоса, ты прям на кураже, и объемы повысились на этой волне, и ты там просто уже нормально. Ты говоришь, тормозить, останавливаться, а как потом набирать обороты? Как это происходит? Поаккуратнее, поаккуратнее. То есть урезал объемы и что? И выжидаешь ситуацию, ту, которая тебе прям нужна. У меня вот, когда начинается кураж, я начинаю путать рамки, когда ситуация, там, типа А, условная, когда она вот туда надо залить. И когда это херня какая-то. И я начинаю и туда, и туда, вот на каком-то условном кураже. А тут как бы так нельзя. Тебе надо успокоиться, выдохнуть и ждать вот что-то крутое. Вот будет крутое, зальешь. Ну, зальешь. А так постараться сохранить. Вот прям урезать количество условно рискованных сделок. Ты упомянул сделки класса А. У тебя есть классификация? Ты используешь ее? Ну, какие-то очевидные новости. Прям вот очевидные. Если ты успел увидеть, понимаешь, что ты успел увидеть первым, ну, смотришь бумагу, она еще не улетела. Надо, скорее всего, пробовать заливать. Участвовать. Да, надо пробовать. И, ну, если ты понимаешь, что это какие-то большие дивиденды или там, не знаю, это выкуп, то надо пробовать, да. Надо пробовать туда залить. То есть для тебя это условно сделки класса А, которые с минимальными рисками? Они... Нет, они, наверное, не с минимальными рисками. Там есть неплохие риски. Да, это вопрос, скорее, просто большого потенциала. Это может оказаться, что ты там посмотрел стакан или там, особенно если он у тебя не на этой вкладке там был, ты его переключил быстро, а движение, оказывается, уже пошло. И ты не первый далеко новость увидел. Ты залетаешь на объем, а тебя просто мажут. Конкретно так. Но, наверное, в перспективе все-таки это в плюсы идет. Да. Ты торгуешь сейчас дома? Да. Как тебе комфортно? Да. Хотелось бы что-то изменить? Нет. Офис не рассматриваешь? Пока нет. Почему? Ты просто асоциален? Хочется обособленно? Нет, я не асоциален. А почему? Ну, все те, с кем я торгую в «Голосе», они или на другом конце ГОКа, да или в других городах. Поэтому их не собрать в одном месте. То есть есть какая-то команда трейдеров? Да, да. Которая, вот вы объединились. Сколько у вас человек в команде? Шесть. Шесть. И все по разным городам, и они не торгуют в офисах? Да. Все дома? Да. Чат единомышленников. Насколько это полезно? Имеет ли это какие-то бонусы в начале? Чат единомышленников в команде? Сейчас. Ну, чат единомышленников в команде. Например, если рассмотреть отдельно ваш чат, который сейчас находится, и чат, который у нас общий, где сидят все трейдеры компании, общаются. Вот, допустим, в начале пути это было полезно тебе? Да, по факту все эти ребята, с которыми я сейчас общаюсь, они все тоже оттуда. Ну, то есть это определенный круг. Ну, и ты в любом случае можешь с кем-то пообщаться. Ты видишь, там кто-то скидывает результаты крутые, напиши ему, пообщайся. Или там, ну, мне что-то пишут, спрашивают, почему нет. Ну, это очень классная штука. Я не понимаю, как можно без комьюнити прям, ну, реально, я не понимаю, как можно как-то стартануть. И в любом случае надо с кем-то общаться и добро конкурировать. Ну, без этого вообще никак. Что ты подразумеваешь? Условно, у тебя есть какой-то круг людей, с которыми ты общаешься. И ты видишь, что они делают какие-то деньги. Ну, то есть что-то поняли. И вот, если ты особенно к ним был открыт, почему, то есть тебе условно не узнать, что они делают. И ты, видя их результаты, ну, пытаешься дотянуться до них. Но самое главное, не пытаться специально там как-то обогнать или что-то вот это. Это я говорю, вот про эту добрую конкуренцию. Что не нужно стремиться, чтобы... Специально ставить самым-самым. Ну, мне кажется, таким образом можно и... Точнее, ты подсознательно будешь еще и закрываться. И будешь желать, можешь начать желать там какого-то условного фаталия. Я понял. А это нельзя, иначе ты, ну, закрываешься просто. И, ну, тебе нужен твой коллектив, с которым вы вместе будете расти, и ты их толкать, и они тебя толкать. Иначе так не работает, короче. Что это-то? Ну, это неправильно. И поэтому она не должна быть прям именно как конкуренция, чтобы обогнать кого-то. Не-не-не-не-не-не. Не надо. Ты сам себя обгоняй, все, хорошее. Какой у тебя был максимальный убыток за день? Поделись. С учетом штрафа, ну, то есть реально убыток, который я получил, 160. Ну, так 140, а так 160. Ну, либо 140. Нет, 160. 160, хорошо. А как ты с этим справился? Были ли какие-то проблемы? Или забыл? Ну, эмоционально в этот день всегда тяжело, когда большой, ну, существенный убыток получаешь. Как бы... Что ты делал в тот день, когда понял, что так, лось очень большой. Да ничего, поехал на машине кататься. Такая медитация, да? Да, да. А как следующий день начался у тебя? Аккуратно. Очень аккуратно. Чтобы не еще лишнего не налосить сразу. Был какой-то манраж? Да не, не прям. Сколько времени потребовалось, чтобы, так скажем, ну, если не забыть, то уже так расслабиться и вернуться в русло? Да я не скажу, что я прям сильно выпал. То есть как-то не было такого скорее. Я понимаю, что, в общем, на дистанции все идет хорошо. И пока не было таких сложных моментов. Убыток был в рамках риска или ты вышел за пределы? Я думал, я на ту сделку закладывал тысяч 10 риск. А что это было за ситуация? IPO. По ВУШу я уже рассказывал о нем. Что можешь посоветовать трейдерам, которые находятся в затяжном тельте и не могут выбраться из подавленного состояния? Какие можешь дать рекомендации? Может быть, те рекомендации, которые ты слышал от других трейдеров, если у тебя таком было? Я сам, если честно, в таком состоянии не находился. Поэтому, наверное, тяжело что-то прям советовать. Но единственное, что надо, это принять в любом случае то состояние. Ну, понять, в каком ты сейчас реально положении находишься и не тешить себя какими-то там воспоминаниями о том, какой у тебя раньше условно был счет или как ты там раньше торговал. Нет. Вот ты сейчас сколько у тебя есть, какие у тебя просадки, подбери объемы под эти просадки и успокойся. И в любом случае торгуй с того, что есть сейчас. Это, наверное, самое основное. И не спешить. Особенно с этого главное начать плюсы делать. Если у тебя идет, ну, в любом случае, если у меня какая-то там череда минусов идет, главное начать делать плюс. Хотя бы хоть какой-то за день плюс, еще плюс, и потом, наверное, нормализовать все. Пихонечку восстанавливаешь. У тебя были такие периоды там недельные, что просто минус-минус? А у меня сейчас идет 4 дня подряд минусы. Ну, 4 это прям немного. Это самый большой период, как вот, который был. Ну, там по убыткам неплохие такие суммы. Сколько сейчас убытка накапывало за эти 4 дня? 240, 230, где-то так. Так это мы в удачное время снимаем, значит. Да? Ты это воспринимаешь как сейчас? Ну, тебе тяжело или ты... Да ладно, бог с ним. Завтра порежу объемчики и буду с чистого листа. Ну, это скорее так. Просто апрель начался очень хорошо, прям очень хорошо. И с учетом даже этих минусов, месяц в очень хорошем плюсе. А, то есть у тебя есть такая подушка финансовая, которая тебе компенсирует морально. Да, то есть это не какой-то там убыток, который... Там как бы эта неделя, она в плюс закрылась. Даже с учетом этих минусов. Она как бы в плюсе. А, так это не считается. Ну, ты хочешь так говори, но... Конечно, жалко. Отчасти для контента, что ты не сталкивался с таким. Но не жалко, нормально. Расслабляться не надо. Вообще нельзя. Потому что рано или поздно такой период придет. Черные полосы наступают. Я понимаю. Финал. И здесь у меня будет два вопроса. Я, как обычно, зачитаю. Экономист Джон Мейнард Кейнс сказал это. Безопаснее быть спекулянтом, чем инвестором. В том смысле, что спекулянт берет на себя те риски, которые знает, а инвестор те риски, которые не знает. Первый вопрос. Если вывести соотношение риск-прибыль в твоих сделках в виде коэффициента, какое среднее значение мы получим? Потенциал риска и потенциал прибыли? Риск-прибыль, да. Я бы задал вопрос в виде коэффициента. На криптобиржах есть именно этот коэффициент, где берется средняя прибыль, средний убыток, и получается какая-то цифра. Ты можешь просто сказать соотношение твоего риска и твоей прибыли в среднем, как это происходит. То есть по сделкам? По сделкам, да. Я бы просто выделил два типа сделок. Скальперский, и вот когда есть идея на потянуть. И на потянуть скорее, ну, один к пяти, наверное. В среднем? Да. А скальперская, там, может быть, один к одному. Если ты чувствуешь, что там с большей вероятностью сделка просто выйдет в плюс. То есть ты здесь берешь не потенциалом риска-прибыли, что важно понимать, а именно тем, что скорее всего тут 70 на 30. Именно то, что сделка будет прибыльная. По скальперской мы подразумеваем какую-то волатильность. Какой-то маленький сбор. Вообще не обязательно даже прям волатильность, что это на волатильность. Может быть и в настоящем дико-рынке. Просто какая-то мини-сделка, я не знаю. Часто происходит именно такого вида? Ну да, в течение дня что-то прям мелкое, я не знаю, бывает, да. Даже, ну, условно, там, не знаю, стрельнуло 5000 на валюте. Типа, ну, поставь туда небольшую плотность 100. Типа ее там еще раз, если в течение минуты там двух стрельнет, ну, заберет тебя, вот ты заработаешь свои пару тысяч. Ну, почему это не сделать? А если в соотношении вывести твои скальперские интродэй-сделки, как это обычно в твоей торговой системе? В количествах или в... Да, ну, в каком-то процентном выражении. Как ты считаешь? Смотря какой рынок, но... Если он стоячий, то скорее, конечно, скальперских сделок намного больше. А если ты чувствуешь, что они ходят, то появляется прям вот на потянуть. Я просто себе в голове вот какую-то такую тему выявил, что я не могу только искать сделки на большое движение. Ну, не могу. Надо каждый день стараться, хоть стараться зарабатывать. Не каждый день, но стараться. Второй вопрос. С точки зрения оптимизации торговой системы, Как ты думаешь, стоит ли иметь фиксированное значение прибыли и убытка? Или стоит давать прибыли течь? Прибыли давать течь, сто процентов. Никогда не оставился. Ну, вот у меня бывает такое, что вот был плохой период какой-то, и ты вот сделал там, не знаю, условно там за день какую-то хорошую для тебя сумму, и ты чувствуешь просто эмоционально, что тебе хочется ее удержать. Ну, вот хочется так день закрыть. Прям вот именно физически, как-то эмоционально. Закрой лучше. Ну, вот прям это не так часто возникает, поэтому лучше просто, ну, реально так закончить день. Можно. Но вообще, нет, не стоит. То есть, особенно если волатильный рынок, там... Когда рынок начинает ходить, а тут нужно все высасывать просто, что есть. Прям стараться. То есть, когда будет стоять, вот там будем что-то копейки собирать. А когда ходят, нет, никаких пределов. Поэтому рассматриваем так более глобальный сценарий, когда ты, допустим, там сделал условно свои цели, и типа у тебя есть вариант остановиться или продолжить. А я имею в виду... Я, честно, не ставлю вообще цели на день. Их вообще нет. Я имею в виду в рамках сделки. Сделки. То есть, должна ли быть фиксированное какое-то значение по достижению, там, условно, 200 пунктов закрываю, там, 20 тысяч рублей закрываю, вот эти... А я об этом говорю. Я бы хотел сказать, что нет, не должно быть. Но, естественно, когда сейчас психологически какая-то сумма ты видишь, что ты вот ее тянешь уже, ну, начинаешь уже такое, типа... Сомнение, да? Ну, уже такое, все, ну, может ее закрыть. Вроде видишь, потенциал там еще высоко и такое, а ты там, ну, сумма уже такая, ты такой, можешь ее закрыть. И так периодами, бух. Ставишь цель по, допустим, по рублевому заработку, то зачем, тогда почему ты должен, не должен останавливаться в рамках дня по достижению какой-то суммы? Ты об этом... Я не сказал бы, что я ставлю эту цель в деньгах, там, на трейд. Я бы сказал, что я скорее ее пытаюсь все-таки в пунктах, и вот как я вижу движение, что оно туда пойдет. Но просто в момент, когда я уже вижу какую-то сумму, начинает так ручка дергаться, что ее ходит там такой... Она сейчас вкатит, сейчас вкатит. Колпак свистит. Уже все, да, уже колпак начинает свистеть при каком-то достижении. Там уже так, посвистывая, это прям нормально. А так... Но если ты себя все-таки настроил, прям, что вот оно туда сходит, вкатит и... Похер. Все. Я вот дотуда стою. Я иногда ставлю стопак, но редко скорее. Там сейчас нам вторые счета дали. Я, короче, нашел лайфхак. Я ставлю такой же стакан со второго счета. И просто, чтобы видеть, где цена, но я не вижу эту и перекрываю ее. Понял, да? То есть стакан с зеленкой не вижу, а просто вижу сам стакан и понимаю, что с ценой все нормально. Ну и все, и стоишь. Какие-то такие мелкие штучки. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, было интересно и полезно. Ставьте свой трейдерский лайк. Пишите обязательно комментарий, кого бы вы хотели видеть еще в интервью. Юра, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok